МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте 2012 года мы открыли первый корпус, он находился в частном коттедже, мы арендовали участника на Шичанга-3. Проектом уничтожили было 55 ребятишек, а затем, значит, на сотрудничестве, конечно, с администрацией города Хантамансийска, нам передали первое, это помещение, которое находится наш первый корпус, такой, будем говорить, уже государственная партнерство, это Антошка Малермантова-10, проектный мощный, 101 ребеночек. То есть также он расположен на первом этаже жилого дома, который мы при... он уже стоял, как бы, этот корпус, и когда администрация решила его запустить в детский сад, естественно, там была, конечно, масштабная перепланировка, все это, где-то окна убирали, где-то окна оставляли, где-то двери убирали, стены ломались, то есть, и таким образом у нас был, ну, как бы, открыт первый частный детский сад, это мощность три группы, а ребятишки из Годика были, и до семи лет включительно, то есть они подготовишки от нас уходили, уже выпускали в школу. Потом второй, это вот как раз корпус, где мы находимся, Шевченко-51, также, значит, застройщик, мне сам, что делать с этим помещением, как бы там уже был, уже коробка стояла внутри, естественно, все мы потом, естественно, перепланировали уже под детский сад. Вот. И в 15-м году у нас был полученный здесь открыт дверь еще тоже, это же для трех группы, и проектной мощностью уже 111 ребятишек. Затем у нас был в Лунической, два корпуса, одновременно это строители 117 расположены, и объяснение бессердетья. То есть у нас получается охват наших, как бы, детских садов, город это север, юг, запад, восток. Почему именно в жилых домах, ну, во-первых, в первую очередь, это мы смотрели преимущество шаговой доступности. То есть, да, мама, или папа, допустим, отвели ребенка в садик, спокойно собираются на работу, никто их там не дергает, ничего. Вот. И адаптация в наших детских садах, почему они проходят прочее, у ребятишек ближе к домашнему, то есть все равно это уже нет этих огромных окон, да, допустим, нет этих огромных дверей, чего дети боятся. Естественно, конечно, ну, такая более уже такая семейная обстановка. Хотя у нас также образовательные деятельности в первую очередь, также мы первые, которые получили лицензию сейчас в детских садах, да, о чем мы гордимся. Вот. И, значит, у нас еще преимущество какое-то, то есть у нас еще 10, вот, сертификат дошкольника. Я всем говорю, что это наше детище, потому что совместно с администрацией правительства мы думали, как разгрузить часть родительской оплаты, но чтобы мы, да, как бизнес, не пострадали, как бы возместить это с федеральным местным бюджетом. Таким образом, вот, как раз мы пришли к этому сертификату дошкольника. Даже помню, это был 2015 год, последнее воскресенье, 26 января. Наталья Ладренко-Марова подписывает распоряжение о введении этого сертификата дошкольника. И с 1 января 2016 года у нас уже он стал действовать. Номинал был 3000 рублей. На сегодняшний день, с апреля прошлого года, 2020, у нас он повысился, стало 4000 рублей. То есть у нас составляет родительская оплата, родители платят 5000, и 4000 – это сертификат дошкольника. А с гордостью могу сказать, что с 2013 года мы ненормально не повышали родительскую оплату. Да, при всей инфляции, как бы, пока стараемся, ну, нас, конечно, очень сильно вручают эти сертификаты, конечно, дошкольники, субвенцы, которые отдаются на наше предприятие. Проще, когда ты законопослушный, да, человек, то есть мы же понимаем, нам доверять самое ценное, что у человека в жизни есть – это дети. Естественно, конечно, мы ответственны за безопасность, за здоровье жизни этих детей. Любые нормы СанПИНа, либо Роспожжного отзора, оборот отзора, как бы, у нас закон образования пока не менялся, слава богу. А требуем Роспожжного отзора, они практически ежегодные, также Роспотребный отзор. То есть СанПИНы постоянно обновляются, выходят в новом издательстве, новые уже редакции, естественно. Есть какие-то плюсы, но есть, к сожалению, минусы, которые вот реально просто нереально воплотить, допустим, да. Хорошо, что нас слышит администрация, и самое главное, что мы ведем работу еще со стройщиком, то есть когда все равно, как бы, есть теоретики, да, есть практики. Мы, я всегда говорю, мы практики. То есть мы знаем, допустим, на том, что нам надо, что необходимо и что требуется для того, чтобы нам получить, допустим, все заключения на соответствии наших помещений, нормам всем, и, естественно, на образовательной деятельности. Сложно, да, очень сложно получить, потому что выдержать эти нормы тяжеловато как морально, как материально, потому что это же удорожание идет сразу, да, это вложение, все. Но, тем не менее, это все вполне воплотимо. При желании. Я всегда говорю, невозможно заниматься, получить успешный бизнес, занимаясь нелюбимым делом. То есть я живу, я горю вот этим, ну, вы сами видите, что и ребятишки все меня знают. Очень часто бывает ситуация, что, допустим, я держу по городу, ребенок с тобой здоровается или улыбается. А родители у меня, ну, естественно, когда я сама заключала договора, меня знали все в лицо. Сейчас, естественно, у меня заместитель этим занимается. И было даже такой случай, мальчик там входит в садик, и, естественно, я иду, улыбаемся, это лето было как раз в этом году. Папа подходит с этим ребенком ко мне, говорит, откуда вы моего ребенка знаете? Ну, да было смешно. То есть, понимаете, он потом на следующий день пришел с коробкой конфет, извинялся вообще, не трожили, извините, я говорю, да, я вспомнил, нормально. Говорит, просто как вам вывод, даже по именам. То есть, у нас на сегодняшний день, конечно, не эти спады детей, переходы муниципальные, но лет у нас было 437 детей, ой, 417, извиняюсь. Естественно, я всех детей практически сняю в лицо. Как их зовут? То есть, они меня знают. Мне очень приятно, когда, допустим, захожу, вот по старшей ребятишке, а ты еще придешь к нам. То есть, понимаете, это все равно, это результат работы. То есть, вот на что я всем говорю, педагогам, то есть, мы не просто там работаем, мы работаем на результат развития этих детей, которые к нам входят. И приятно, конечно, отзывы, когда наши ребятишки идут в муниципальные садики, и, естественно, со многими общаемся заведующими, всего того, что город небольшой. И приятно, когда говорят, ну, там тоже, что мы детей любим. То есть, это результат, действительно. Вообще, детей всегда люблю. То есть, я, у меня там были такие случаи, что, допустим, дают тут ребенку очередь, стоишь в магазине, а ребенок там наплачет. Я вижу маму, видно, что я там тяжело купить, допустим, этот кендер, а ребенку просто вот у него такие глаза. Я вот прям беру и говорю, вы мне извините, не можно на что-либо полгода еще? Бывает там у меня негативно, бывает, спасибо, спасибо, спасибо. И, знаете, вот когда дети же чувствуют. У нас вот адаптационно очень многие дети, вот педагоги говорят, что вот он нас там не спит, вот там вы можете уложить. Я говорю, потому что они чувствуют. Вот если вы сидите и думаете, когда же его сне, что там, да, все это ребенка там укачивает или что-то, естественно, он не уснет. А когда ты с ним, потому что он чувствует, что вы напряжены, и он, естественно, как бы, ну, первый день, вот самый главный первый день уложить ребенка, да, потому что, когда он чувствует, что здесь все безопасно, что никакой опасности не составляет, когда ты глазки закроешь. И все, естественно, второй, третий день уже легко укладывается, ну, боль, боль уже спокойно. А первый, естественно, недоверен. Ну, представьте, мы первые люди, чужие люди посторонние, которые попадают к этим детям, которые начинают к нам ходить, допустим. Естественно, адаптация у них сложнее, в каком плане, любое, это мы думаем, это ребенок глупый, они такие, знаете, какие психологии, то есть они просчитывают наперед, наверное. Естественно, конечно, когда они уже видят, что все здесь хорошо, все вообще как бы так наладим, у них проходит, они уже доверяют тебе, и они идут и к воспитателю, и ко всему. Вот, и поэтому, я вот здесь, в первую очередь, больше роль играет, это любуют дети. То есть я не побоюсь, что там, не то что голословно, кто много меня, кто знает, это родители, кто знает, что я просто, у меня вот, я безумно люблю. Очень приятно, даже не гордость, это приятно, да, вот результат, что у нас, действительно, вот вы тоже сильный мальчик, который, вот два их, допустим, да, один вот только начинает, более-менее, а второй, он уже адаптировался, и весь результат развития этих детей, понимаете, то есть уже с БР, как-то кого нет, начинают разговаривать. Огромно, конечно, работает у психологов и педагогов, это прямо, потому что это постоянно, индивидуально, они же как бы еще такие агрессивные, немного ребятишки, и поэтому они, ну, ну, мы говорим, да, это суббородина не соблюдает, и они также могут и загрызть себя к ребенку, подойти к какому-то там, или входит к рукоприкладцу, то есть это надо вовремя все остановить, и мы же, на них, они очень реагируют на повышенные тона, то есть с ними надо тихонечко, тихонечко, так вот прям за ручку брать, там, пойдем и присядем, все такое, вот, тяжело, конечно, сложно, но это такие же дети, то есть я очень трепетно отношусь к тем родителям, которые, вот, родители таких ребятишек, очень трепетно, с поклоном низко отношусь к тем родителям, которые берут опекунцы, усыновляют у детей, потому что, ну, это герои нашей жизни, которые дают детство, подчувствовать детство тем детям, которые могли этого не увидеть, и ничего против детской домов ничего не имеют против приюта, да, но когда это ребенок в семье, это все равно, это семейное, и я прямо вот всегда, вот они приходят, но они думают, нормально, тетя какая-то, я всегда говорю, спасибо за то, что даете детство этим детям. Мы вообще думали в этом году запустить частную детскую школу, мы пришли к финалу, мы вплоть до того, что уже мебель растали, но у нас за строчек просто, ну, так, некрасиво с нами поступил, как бы, да, там сейчас люди работают другие, но, естественно, у нас сейчас идет неприятная эта ситуация, очень неприятная, потому что я желаю идти на что, потому что я понимаю, и когда-то я говорила, что, когда спрашивали, мы же, когда открывали эти детские сады, мы держали буквально демографическую карту, то есть, когда они спрашивают, мы рассчитали до 23-го года, то есть, мы на рынке, прямо на 23-е годы будем, потом говорят, а дальше что, я говорю, дальше откроем, честно, начальную школу, я же думала, я пришла к этому финалу, как бы, но всегда у нас, как бы, по чену, сейчас у нас разбирательство с этим застройщиком и с собственником этих помещений, и на будущее все-таки, я думаю, что найдем застройщика такого достойного, с которым можно будет построить эту школу, начальную пока, начальную, потому что цель какая, опять-таки разгрузить родителей, потому что, сами понимаете, с первоклассниками всегда проблема, это отпуска, это отпрашивание постоянно, потому что надо ребенка встретить, надо с ребенком уроки, бедные дети, потому что, понятно, родители приходят с работы, так весь уставший, а тут еще уроки надо учить, а мы хотели полное пребывание, то есть, утром нам приводят детей, и вечером собирают, то есть, никакие домашние задания, только вот домашние задания, это изучение текста песен, допустим, и стишки там какие-то, остальное все, то есть, у нас должен был быть учитель, и ассистент учителя, допустим, мы планируем, что если ребенок где-то упустил, что-то в тему, ассистент забирает, тут же прямо догоняет, и дальше в процесс учебный ребенок дальше выливается без потерь, вот, полное пребывание мы планируем, что около 5-го там отдали, вечером забрали, ни ранцев, ничего, то есть, там системы, были стеллажи, все уже продумано, что у каждого ребенка все было индивидуально, свой боксик, там для подкраски, но, к сожалению, так у нас получилось, поэтому план на будущее, это добить эту тему, открыться, и благополучно работать успешно. успешно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...